Ну так, чуваки, чем займёмся сегодня? Нужно дать должное Свету, он первый раз заходит в сам. Эй, чё ты сказал? Ты хочешь сказать, что я неудачник, что ли? Да это вот, ты играл в КРМП. А ну, повторись, учётак. Да я прикалываюсь! Ха, корень! Ха, Кар, братан, держи, чувак, причунив. Мы пойдём на резон только в том случае, если нас игровая судьба закатит в Клакинг Бэйл, и я накуплю очень много всякой еды. Ха, такого не будет! Да, в натуре, кто повлияет на наши игровые судьбы? Ха-ха-ха. КРМП? Острая курочка, мне кажется, сегодня в моей заднице, ха-ха. Так, в общем, я буду... Одну острую курочку, залитой в мексиканском соусе очень острой начинкой. Эээ, 4, 5 или 10 картошек фри и 13 тысяч бургеров, ёптвою мать. И для моих друзей заверните ещё десяток. Хе-хе. Сори, братан, но теперь ты в КРМП, походу, не играешь. Да я понял тебя, кореш. Промокод HIK, на шестом левеле вводим, мы получаем 200 тысяч. Я понял, я понял. Вступление. Представляет собой 20-минутное видео, созданное на игровом движке. В нём рассказывается о событиях незадолго до начала событий игры Афтусу Андрес. И даже в нём разработчики умудрились наделать кучу ошибок, оставить отсылок и разного рода пасхалок. Собственно, в этом видеоролике я вам попытаюсь об этом всём рассказать. Не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. И мы начинаем с вами. Гоу. Представление персонажей абсолютно каждое видео, это кака сцена из самой игры. Практически все сцены в данном фильме снимались на территории штата Сан-Дрес. На одной сцене фильма Кен Ротенберг разговаривает с Томми, но почему-то голоса Томми мы не слышим. Скорее всего, это связано с тем, что актёр озвучки Рей Лиота ранее поспорил с Rockstar Games, возложил на них обиду, поэтому озвучки и нет. В сцене с Майком Торино и Тибуном Тибуна сбивает некого мужчину, подозрительно похожего на Хосе, из миссии Цезаревль Панда. Возможно, это один и тот же человек. Сцена с Дравбаем вдохновлена финальной сценой фильма «Угроза обществу». Сальваторе Леоне носит разные костюмы для Либерти Сити и Лас Вентурес. В Либерти Сити он носит костюм исключительно для данного фильма, а в Лас Вентуресе он носит костюм, который мы видим в сюжетных миссиях. Когда Карл уезжает на угнанном Вашингтоне, на заднем плане можно заметить наружное метро из GTA 3. Кстати, это первый единственный кадр угона автомобиля за пределами нормального геймплея. Кадр с балласами. Сами балласы имеют уникальный скин, который не используется в самой игре. Да и вообще, сам фильм просто кишит скинами, которые мы так или иначе не увидим в ходе прохождения GTA San Andreas. Также на этой сцене можно услышать лайк собаки. Возможно, разработчики хотели вести данный вид животных, но мы довольствуемся только птицами и подводными тварями. Когда Сальваторе Леоне и Джонни Синдако ведут разговор, в ходе него упоминается антагонист Сонни Форелли из GTA Vice City. В заключительной части, где СиДжей узнает, что его мать умерла, он сидит в машине, а за окном у него даунтаун из Лос-Антоса. И совсем другая одежда. Хотя в это время СиДжей должен быть все еще в Либерти Сити. Олдж Лок на заднем плане танцует в такт композиции на фоне фильма. Снова отсылка к GTA Vice City. Когда макер обнимает Кента Пола, их лица слишком приближены к друг другу. Биг Смок приподнимает свою пятую точку с воздуха. Единственная сцена, где можно хоть чуть-чуть разглядеть Ральфа Пундельберри. Это единственные находки, которые мне удалось найти. Если вы что-то заметили, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Будет очень интересно почитать. А с вами был Хик. Услышимся с вами в следующем видео.